Доброго времени суток друзья! Приветствую всех на канале Airzone Games! Мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по новому проекту Axioma, расположенному на мультиигровой платформе Rage MP, а сборочка находится на базе GTA 5. В предыдущей серии мы уже посмотрели на ряд интересных фишек на этом проекте на какие-то уникальные штуки которые введены на в этой сборочке ознакомились с начальными миссиями со знакомительными миссиями ну и теперь пришло время продолжить нашу экскурсию дальше а дальше я думаю надо съездить в магазин мебели на этом проекте мебель в домах отсутствует ее надо покупать и это тоже одна из уникальных штук введенных на этом проекте до этого я такого не видел и вот хочется своими глазами посмотреть действительно ли существует такой магазин мебели что-то можно купить предлагаю проследовать туда ну и как можем заметить локация выбранном складском комплексе вот здесь находится данный магазин мебели давайте припаркуемся и пойдем посмотрим что за мебель там продается и мне бы интересно было увидеть что за стол там продается который надо ставить в свой личный склад и вот кстати пока я паркуюсь можете обратить свое внимание дверью машины и багажнику машины закрываются отдельно то есть можно закрыть дверь открыть багажник или наоборот открыть багажник закрыть дверь ну или можно все закрыть как видите все закрывается отдельно зеленое обозначает что открыто а красное что закрыто ну и вот сам магазин действительно огромное количество мебели вся она вынесена сюда как мы можем заметить и плиты и шкафы и даже вот цветочки всякие все все вынесено сюда то есть обустраивать свое жилище вам предстоит самому на свой вкус и на свой цвет единственный минус который мне вот здесь в этом магазинчике не понравился что вот эти модельки мебели нельзя крутить но должен опять напомнить что данный проект открылся совсем недавно прошел две стадии тестирования сейчас он находится в предрелизном состоянии все еще только настраивается допиливается в общем то я думаю что и вот этот магазинчик с этими модельками тоже будет выглядеть немножко по-другому ну а далее я предлагаю проехать в некую компанию логистическая компания которая присутствует на этом проекте и я насколько наслышан что она уже куплена кем-то но естественно там присутствует какое-то руководство к сожалению время для записи я не выбрала так получилось что записываю в два часа ночи поэтому вряд ли мы там кого-то увидим но тем не менее давайте съездим посмотрим как это выглядит и может быть кто-нибудь там есть сейчас на сервере присутствуют люди но сама организация выглядит вот так к сожалению воротики не открываются не знаю может быть в дальнейшем автор поправит это дело ворота надо вот так вот двигать самостоятельно напомню что на этом проекте нету никаких мпс и ботов связанных с организациями все надо делать через начальство и ну через хозяев этих организаций кто их купил через людей в общем через реальных игроков устройство на работу вся информация все через игроков то есть ну или на мой взгляд настоящие рп и вот кстати видно как стоит рабочая машина этой организации а вот это их гараж гараж этой организации также на карте можно увидеть их склады и вот в машинке кстати кто-то сидит но видимо он ушел в себя потому что никак не реагирует на постороннего на территории ну а вот так выглядит их офис и складское помещение можно заметить что складское помещение взято из синглплеерной вернее даже не синглплеерной версии а из онлайн версии gta там такие склады можно тоже покупать ну и здесь он в общем то выглядит точно так же не знаю будет ли здесь какой-то антураж в виде загруженности склада в онлайн версии такое было ну а вот среди представителя так понимает организации но я попытался с ним вступить в диалог но как я уже говорил он ушел в себя не отвечает но вообще в мои планы входит устроиться в эту организацию для этого я постараюсь зайти и записать в дневное время ну а сейчас поехали на карьер как я уже говорил в первой части здесь можно добывать ресурсы вот это меня и заинтересовало но приехав на карьер и я увидел ту самую машину о которой я хотел вам рассказать заметьте машин это как машина но у нее сбоку присутствует подножка и ручка держатель видите на ней можно стоять и видимо держаться для чего это сделано я не знаю и подобного решения на проекта gta 5 не видел что вот это за подножка для чего это сделано машина стоит на карьере видимо здесь добывали что-то и может быть такая машина принадлежит какой-то организации зачем эти подножки и ручки не знаю но у меня есть некое предположение в дальнейшем я покажу вам как здесь добывается рудный материал и судя по всему для того чтобы собирать это трудный материал сделано вот такая вот машина для облегчения этого а выглядит это так вы приезжаете на точку и начинаете движение по мере вашего движения на карте начинает высвечиваться . в которой может быть находиться руда и вам надо до нее дойти и ее естественно извлечь из этой точки дальше вы начинаете двигаться и загорается следующая точка на карте опять с рудным материалом видимо чтобы не ходить пешком придумана вот такая вот машина но как вы помните в магазине мы такую машину не видели ну ладно а сейчас давайте вспомним первую часть в которой я приводил аналогию с армой так вот здесь как и в армии 3 в тех проектах арма 3 altis life там например в рп проектах нужно добывать материалы и для этого нужен рюкзак и кирка так вот здесь надо то же самое точно так же надо ехать купить кирку и купите рюкзак ну или сумку для зачем мы сейчас и поедем ну а продается все необходимое для добычи ресурсов или шкур животных в магазине для охоты здесь есть магазин для оружия для покупки оружия или же магазин охотника вот в него то мы и приехали но в самом магазине все очевидно покупаем кирку и сумку но лучше сначала купить сумку потому что кирку потом будет некуда убирать ну и в общем то все после покупки рюкзак сразу же окажется у нас за плечами но в магазине он называется сумка и тут надо сказать что есть некий баг ну потому что этот проект еще пока сыроват после перезахода этот красивый рюкзак превратится в простую сумку тоже заплечную но простую сумку но тем не менее мы уже готовы чтобы собирать ресурсы и тут надо сказать что на этом проекте вот эти работы и сбор ресурсов сделаны так что они не разделяют друзей например мы познакомились с этим человеком договорились с ним вместе поехать фармить то есть нас ничто здесь не разделяет в отличие от других проектов где любая работа пошлет вас в разные конце этой карты здесь же можно выбирать и ехать вместе на сбор ресурсов или на какой-то работе вас эти работы не будут разделять вы можете прекрасно работать и взаимодействовать вместе со своим другом ну а пока у него нет личного транспорта я посоветовал ему где лучше купить и выдвинулся на сбор ресурсов в одиночку но он туда подтянется но я соответственно еду сейчас туда самих же точек для сбора ресурсов тут очень много но как много штуки 4 точно есть мы выбрали самую по моему не подходящую видите большие высокие горы сами ресурсы спамятся рандомно и бывает что на карте горит ресурс но найти его очень сложно в дальнейшем я думаю автор поправит этот небольшой косячок потому что действительно бывает так что он горит а найти его но практически невозможно но выглядит это вот так лежит такой камешек мы подходим к нему и начинаем по нему стучать киркой по моему три или четыре удара и на этом месте появится необходимый нам ресурс ресурсы выпадают рандомно абсолютно разные железо медь алюминий что попадется ну а найденный ресурс сложим свою сумочку и продолжаем ходить по карте искать где светится следующий ресурс и как видите мы приехали сюда вдвоем то есть как я уже говорил вас эта работа не разлучает вы можете спокойно работать вместе со своим другом ну а сам же по себе процесс не могу сказать что уж очень он увлекательный и интересный но мне он понравился тем что такого я еще не видел это первый проект на котором есть подобные сборы ресурсов ну и конечно же меня порадовало то что здесь не надо шлепать по кнопкам то есть видите здесь просто идет взаимодействие с этим объектом я нажимаю левую кнопку мыши он стучит по киркой своей ну и в общем то все не надо шлепать по кнопкам ловите какие-то буквы слава богу в общем то что здесь этого нет ну а сложность этой работы заключается в общем то в том что надо искать эти ресурсы они не вот так не под ногами валяются не как в армии ты встал на одну точку и просто калашматишь куда попало нет здесь эти ресурсы надо искать и как я уже сказал иногда они спамятся прямо внутри горы или очень высоко на горе куда просто но не попасть не залезть туда высоко вот он там светится а как туда попасть где его найти невозможно поэтому в дальнейшем я и стал ездить на поиске ресурсов на более плоские места слава богу что здесь есть из чего выбрать я как уже сказал есть четыре или три места но я по крайней мере видел три места и во все эти три места я съездил чем рельеф более плоский тем удобнее собирать эти ресурсы ну а мы тем не менее набили сколько смогли скажу честно полную машину собирать не стал ну достаточно долгое занятие будем откровенно мы с моим новым другом приехали на сдачу на пункт сдачи этих ресурсов выглядит он вот так в общем то дальше мы выходим из машины и идем взаимодействуем с багажником оттуда перекладываем все наши ресурсы ведь я их разложил по видам то есть железо попадается чаще медь потом на втором месте но и дальше более-менее дорогие алюминий и еще там какой-то вид ресурсов да вот этот процесс выглядит не очень быстро перекладывать надо по одному камешку как видите ну и дальше идем продавать а вот с продажи у меня тоже возникает вопрос ну да проект еще сырой вот как взаимодействовать с этой табличкой я не очень понял чтобы вы не нажали сразу же появляется сумма а что именно вы продали не ну абсолютно непонятно надо на каждую строчку нажимать или один раз достаточно нажать я так и не понял ну очень сырая еще конечно менюшка в ней и и надо дорабатывать как в ней разбираться я не понял и но зато я усвоил что лучше всего взаимодействовать через стрелочки а не мышкой потому что когда начинаешь нажимать мышкой как как-то она неправильно работает очень эта менюшка ну и следующее после продажи заметьте мне приходится перекладывать деньги в одну стопочку потому что они разбрасываются по всем карманам и если карманы заканчиваются деньги остаются в руках но тоже пока как-то не очень понятно и не очень грамотно сделано но опять повторюсь что это пред релизное состояние сервера допиливается проект допиливается и я думаю что в конечном результате все таки вот этот процесс сбора из машины в сумку будет как-то все таки ускорен ну потому что очень долго по одному камешку перекладывать из машины сумку очень долго но тем не менее мы продали все наши ресурсы и решили что больше фармить мы не поедем потому что ну уже немножко поднадоело и хочется посмотреть что-то еще на этом проекте мы поехали устраиваться в компанию дальнобойщиком так как помимо организации в которой вы устраиваетесь непосредственно через игроков в организации в которых уже куплено и есть свое начальство эти виды работ которые мы сейчас приехали сделано для того что если нет онлайна что вы не сидели без дела вы все равно можете взаимодействовать через бота через npc шку и устроиться на работу второй плюс что мы можем выбрать работу одинаково видите на представляется выбор то есть мы с ним договорились что мы поедем по маршруту который стоит 250 там по моему долларов и вот тут очередной косячок этого проекта точка респауна не продуманной то есть надо бы сделать если . респауна занята чтобы следующая машина спамилась рядышком они видите . респауна в одном месте поэтому машина у нас разлетелись в разные стороны и и это здесь на каждом виде работ такой косячок потом я это еще раз вам покажу следующее же что мне не особо понравилось в этой работе это нету автопрокладки маршрута то есть надо открывать карту искать ту точку куда нам надо ехать и самому ставить маршрут ну а в общем то прелесть этой работы я уже неоднократно сказал заключается в том что вы можете ехать со своим другом во первых это не так скучно во вторых это более-менее безопасно на двоих все таки не могут там ну реже скажем будут нападать чем на одного ну и если вы например играете троем четвером там пятером да можете составить целую автоколонну на которую уж точно никто не нападет выглядит это прикольно и эпично когда едет несколько машин на рядком но мы к сожалению просто гнали и гнали у никого на острове то и не было но онлайн маленький пока поэтому мы вот так вот нагленько в две машины шли но занимая обе полосы но вообще если составить колонну мне кажется будет вообще красиво и эпично ну и мы в свою очередь вот так вот дружно добрались уже до конечной точки здесь тоже стоит маленький такой почти незаметный маркер что мне нравится на этом проекте проезжаем по этому маркеру и все как бы мы доехали до конечной точки и и вот к сожалению машину надо гнать обратно обратно мы едем пораженником то есть груза никакого уже нету просто гоним машину обратно на базу и вот это не очень на мой взгляд хорошо что нет возможности взять вот на этой точке следующий маршрут это было бы гораздо интереснее если бы здесь стоял тоже нпс и у него можно было бы взять тоже такой же параллельный с другом маршрут ну например в сторону базы или еще куда-то если я хочу продолжить свое движение и еще хочу поработать но нет здесь к сожалению надо перегнать машину обратно на базу и опять взять у того же нпс-шки который там стоит новое задание вот на мой взгляд это не очень хорошо лучше если бы можно было брать задание прямо здесь но может быть автор это проблемку заметит и исправит и сделает это напомню еще раз что это пока еще только предрелизное состояние все еще доделывается и допиливается ну будем надеяться на лучшее ну а мы тем временем уже едем в обратную сторону и будем искать какую-нибудь другую работу ну а представленных работ здесь пока не так много но надо учитывать что здесь есть работы которые предлагают сами игроки то есть устраиваться на производство на предприятие которое уже куплено игроками ну или будет куплено игроками но помимо этого есть еще и работы которые дает и нпс-шки этого проекта поэтому на одну из таких мы и поехали она еще мне понравилась тем что эта работа нестандартная я не видел ни на одном проекте чтобы было какое-то задание работа связанная с мореплаванием здесь же она есть вот так вот он туражно это выглядит боксик стоит там в нем стоит буксирчик все это конечно же гтш на и родное ничего такого не универсального и уникального нету но опять есть возможность выбрать одинаковую работу и плыть уже вместе со своим другом тут же я затупил я же помню что тут точки спавна транспорта в одном и том же месте и мне надо было бы отплыть но я пока рассматривал здесь красоты и тому подобное любовался мой друг заспавился как раз на моем месте ну и как вы увидите я взорвался и мой корабль утонул нахрен я уж грешным делом подумал что все миссия прервана надо выходить и наверное по новой брать эту миссию но рядом оказался какой-то еще один корабль откуда взялся я на самом деле не знаю может быть это корабль моего друга он зарезался но наверное не успел сюда попасть и не понимаю откуда он взялся как видите еще два корабля стоит но моего приятеля нету нигде я еще немножко подождал но и поплыл дальше думаю если что догонит откуда взялись эти корабли я не понял ну скорее всего это один из очередных багов этого проекта надо бы это конечно уже исправить ну в общем я двинулся конечной точке в надежде что мой друг если он появится если он там не разбился то догонит наверное меня сама же работа достаточно спорная ну да она выделяется из ряда подобных проектов потому что я ничего подобного не видел не было никаких заданий работы связанные с мореплаванием да на большинстве таких проектов есть рыболовство где тебе нужно будет купить какой-то катер выплыть в море наловить рыбу и поехать на суше ее продать но здесь это выполнено по-другому тебе просто как вы видели в диалоге просят перегнать этот катер с одного причала на другой причал в общем-то от точки до точки в принципе то же самое как и везде но это выполнено вот таким вот образом следующие как бы сказать претензии к этой работе очень долгий маршрут может быть мы выбрали слишком долгий маршрут ну не знаю но плыть очень долго как вы понимаете катер конечно же не развивает бешеной скоростью это буксирчик он плывет очень медленно а точку надо признаться очень и очень далеко стоит ну как видите уже даже светает уже утро здесь реальное время поэтому можно себе представить сколько мне пришлось плыть это на самом деле немного утомляет ну и тоже не обошлось без бага как видите я доплыл до конечной точки а она не регистрирует мое прибытие в дальнейшем я узнал что да этот баг присутствует и оказывается о нем написано то ли на сайте этой игры то ли в к в группе вконтакте что пока она не работает но я этого не знал и мой друг тоже этого не знал поэтому мы взяли эту работу но она к сожалению пока еще не работает но в ближайшее время и и обещают поправить ну в общем-то и ладно обидно конечно было потрачено очень много времени потому что это очень тихоходное судно ну ладно что ж будем надеяться что поправится в скором времени и мы ее еще раз протестируем эту работку ну а нам ничего не остается как бросить наши катера здесь и к сожалению надо вернуться туда же обратно потому что машины наши остались там на базе эти этой вот работы слава богу что на этом проекте по всей карте разбросана куча просто огромная куча точек где можно брать мопеды это опять отличает этот проект от других я много раз говорил что абсолютно непонятно где взять мопед сколько будет стоить ну с этим я сталкивался очень часто и на последнем моем обзоре подобного проекта тоже была проблема с мопедами здесь такой проблемы нету если посмотреть на карте они как россыпь валяются эти точки до до ну где можно взять мопедки по всей по всей карте по шаговой доступности и здесь тоже такая точка есть и даже кстати не одна но мы естественно берем мопеды и возвращаемся обратно за нашими машинами ну а машины как вы видите остаются на том же месте где мы их и поставили вообще системы каких-то гаражей или парковок я здесь пока не заметил но это все еще предстоит посмотреть а посмотрим мы на это наверное уже в следующей части а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел ну и всего вам доброго и